Привет-привет! Сегодня первым делом заедем в антикварный. Такого антикварного я не видел больше нигде. Это что-то с чем-то. Смотрите сами. У него там, по-моему, четыре сарая было. Сейчас покажу еще что тут. Тут очень интересный этот магазин. И стол даже. Красота. А тут что? Посмотрите. Что тут есть? Птичек кормится красивая штучка. А тут и хоросели есть. Да, у него на улице еще четыре сарая. Какая колясочка. Какая красота. Это недорого. Это 95 каунг стоит. Часы какие обалдетели. Часы 60 каунг. Эти две вазы стоят тут с прошлого года. Цены так я не вижу. Мне очень нравится. Просто очень. О! Какой тут набор. А здесь слоновые кости. Очень красивые вещи. Смотрите. Очень красота. Очень красивые вещи и слоновые кости. А какие часы. Обалдеть. Обалдеть. Красота. Вот такие часы. 485, если я вижу правильно. Красота. Leave your jacket, please. Отлично. А вот это меня даже испугал. Больше не наросту. Ах, какой телефон интересный. Я таких не видела с такими кнопками никогда. Интересная штучка, конь и кибитка. Две китайские базы, обе 280 панда. О, какой весельчак. Что такое у нас, да? Какие часы? Где-то больше двух метров будет. Смотри. Целый рыцарь в доспехах. Правда, без рыцаря одни доспехи. Полторы тысячи и целое обмундирование. Поехали. Поехали. Ребята. Ребята. поехали дальше думаю не увидим того зачем мы едем но к морю мы едем на чан он рейпойнт одно из лучших мест великобритании для наблюдения за дельфинами суши на севере расположена два кемпинга и места для караванов большую часть мыса занимает гольф-клуб дельфинов часто можно увидеть у мыса чан он рей особенно во время прилива когда они играют и ловит рыбу в сильных течениях также здесь можно увидеть и других животных таких как морские свиньи и серые тюлени тут находится и действующий маяк расположенные на вершине мыса он был спроектирован аланом стивенсеном и впервые был зажжен в 1846 году маяк полностью автоматизирован в 1984 году высота этого маяка 12 метров маяк это частная территория туда вход запрещен с правой стороны мыса берег очень каменистый а с левой стороны мыса он песочный а вот и тюлень вот еще один краб но он тоже мертвый видите тут уже люди с серьезной техникой они дельфинов увидели а мы нет шансы увидеть дельфинов увеличивается когда их запасы корма увеличиваются это тогда когда лосось возвращается к двум основным рекам нес и болей лосось приходит с приливным течением но карту приливов и отливов мы не смотрели сейчас увидите построение восемнадцатого века форт джордж он был построен для контроля над шотландским нагорьем после восстания якобинов в 1745 году заменив форт джордж в инвернес нынешняя крепость никогда не подвергалась нападение и продолжает использоваться в качестве гарнизона укрепление выполнена в виде звезды он остается практически неизменным и в настоящее время открыт для посетителей с экспонатами показывающими как крепость использовалась в разные периоды хотя она и по-прежнему служит армейскими казармами а это звезда так скажем ненавязчиво наблюдала за парочкой у которой был пикник ждала когда что-нибудь перепадет ну что ж второй раз здесь второй раз дельфинов мы не увидели значит не судьба ну ничего мы едем домой на этом сегодня все пока пока сейчас все разбегаемся по своим делам а следующий раз мы поедем к озеру лох-нес кто хочет его увидеть присоединяйтесь присоединяйтесь и 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